Добрый день, уважаемые коллеги, друзья! У нас сегодня в гостях генеральный директор Международного института Центрально-Азиатских исследований ЮНЕСКО. Это институт, который был создан в свое время специально для того, чтобы разворачивать большой проект в рамках ЮНЕСКО по созданию транснациональных серийных номинаций по Великому Шелковому пути. И вот этот институт, который был создан, он был создан в Самарканде, специальное здание великолепное им передали и в настоящее время объединяет 11 стран. А у нас в гостях генеральный директор Международного института Центрально-Азиатских исследований ЮНЕСКО, Ваякин Дмитрий Алексеевич. Он сам кандидат исторических наук, хотя этот институт находится в Узбекистане, в Самарканде, но сам он из Казахстана, из Алматы. Наш хороший коллега, добрый друг, тем более, что 6 лет назад Казанский федеральный университет заключил соглашение, договор с этим институтом и стал ассоциированным членом этого института. И активно есть крупные проекты, об этом мы еще поговорим. А сейчас я хочу предоставить слово Дмитрию Алексеевичу Ваякину и на первый вопрос рассказать о самом институте. Тем более, что вчера закончился большой форум, посвященный 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Мы, по сути, с 1 по 10, вначале это было в Санкт-Петербурге с 1 по 4, а с 5 по 9 проходит в Казани вот этот большой форум, на котором участвует из 56 стран и более 700 участников. А сейчас я с удовольствием предоставляю слово Дмитрию Алексеевичу, он расскажет о целях института, ну и о тех направлениях, которые характеризуют этот институт. Рафаэль Мергосимович, спасибо большое, уважаемые коллеги, рад вас всех приветствовать. Благодарю вас за то, что вы выделили свое время для того, чтобы мы могли пообщаться, поговорить о темах, но я надеюсь, которые вас также интересуют и теми темами, которыми мы занимаемся в рамках деятельности нашего института. Институт имеет уже весьма продолжительную историю, ему 27 лет, этот институт был организован стараниями многочисленных стран, их было в тот момент больше, чем 11, те страны, которые сейчас составляют ядро нашего института. И произошло подписание между странами-участницами в 1995 году. Тот год, он был ознаменован завершением некоторых проектов ЮНЕСКО, в частности тех проектов, которые были связаны с изучением, интеграционным изучением шелкового пути. Ну, шелковый путь явление уникальное, можно о нем много спорить, о его названии, можно говорить о том, что этот путь, он не являлся, может быть, единственной доминантой, связывающей эпохи, связывающей огромные географические регионы. Но так или иначе, вот это явление, обозначенное в науке как шелковый путь, дискуссионное, оно стало предметом изучения ЮНЕСКО, и в частности был задан вопрос о том, как понять этот интеграционный процесс, каким образом попытаться выразить его в каких-то понятных миру дефинициях. Ну и, как мы знаем, вершиной деятельности ЮНЕСКО является список объектов всемирного наследия, в который включаются памятники истории и культуры, памятники природного наследия, смешанного наследия. И в этой связи тот вопрос о том, каким образом это явление понять, осознать и тем более в каком-то виде его включить в этот список, оно стало как бы таким лейб-мотивом деятельности, одного из направлений деятельности ЮНЕСКО. Ну, ЮНЕСКО, мы знаем, что это весьма обширная бюрократическая организация, различные периоды жизни, как и каждое сообщество, как и каждый человек эта организация проходит. В тот период времени основополагающими моментами, которые деятельность ЮНЕСКО стимулировали, были научные исследования. И стояли организаторы науки у руля ЮНЕСКО, и в частности, те люди, которые занимались такими вот сложными, многогранными процессами, возможность познания которых могла быть только через призму науки. И вот как раз с 1988 года до 1997 года, о чем я вот только что говорил, декада, посвященная Шелковому пути, имела место быть. И все это привело в итоге к пониманию, что нужна некая организация, которая будет с точки зрения международного понимания вот этих огромных просторов, назовем Центральной Азии, заниматься этим познанием, этим процессом. И в итоге поставленных целей и задач придет к какому-то осознанному очерчиванию вот этого огромного понятия «шелковый путь» или «великий шелковый путь». Организация была как основное устремление государств, эта идея принята. И институт был назван, вот как и сейчас обозначил Рафаэль Мергосевич, Международный институт Центрально-Азиатских исследований. Ну, когда мы говорим о Центральной Азии, то, конечно же, опять же, возникает вопрос, где же самая Центральная Азия начинается, где она заканчивается. И однозначного ответа на этот вопрос нет ни у историков, ни у географов, потому что это можно сузить это понятие, можно его очень широко расширить. Но таким образом мы понимаем, что мы занимаемся огромнейшим регионом, который, если смотреть на страны-участницы нашего института, а их сейчас на сегодняшний день 11, те, которые подписали договор, которые платят взносы, которые активно стимулируют институт к тому, чтобы он продолжал развиваться, то они покрывают регион, начиная от Корейского полуострова и заканчивая Турцией, это с востока на запад, от Ирана, ну и, если так, северный, наверное, самый северный регион брать, это Казахстан, Монголия. Как раз вот этот вот регион, он сейчас находится под, скажем, призмой активной деятельности нашего института. Институт, ну, как любое учреждение такого рода, естественно, его пытаются постоянно связать с какими-то определенными трендами, ну, в частности, с организациями ЮНЕСКО. ЮНЕСКО. Но на самом деле, вот, когда нам этот логотип ставят и говорят о том, что мы являемся институтом ЮНЕСКО, это не совсем так, не на 100% является действительностью. Почему? Потому что, ну, ЮНЕСКО, в ЮНЕСКО есть определенный тоже подход к различным учреждениям, организациям, у них есть институты, в частности, категории 2, которые занимаются определенными направлениями. И очень часто наш институт связывают именно с такой организацией, институтом категории 2 ЮНЕСКО, которым мы не являемся. Мы являемся партнерской организацией ЮНЕСКО, то есть статус наш, он, если юридическими терминами жонглировать и оперировать, то он приравнен к статусу ЮНЕСКО. Мы являемся международной межправительственной организацией, которым является ЮНЕСКО, и имеем дипломатический статус, такой же статус, как и имеет ЮНЕСКО. То есть наши партнерские взаимоотношения, они просто нас сближают в нашей деятельности с этой ООНовской системой, ООНовской структурой. Управляемся мы, так же, как и любая международная организация, определенными органами, которые фактически регламентируют нашу деятельность. Но здесь очень важно, что у нас есть два органа. Это Академсовет, то есть деятельностью Академсовета изначально подчеркивается основная научная составляющая нашей организации, и Генеральная ассамблея. Это уже послы 11 стран, которые на основании сформированной концепции стратегии развития института Академсоветом принимают ее, ну и фактически уже поручают, не рекомендуют, а поручают секретариату нашего института воплощать ее в жизнь на период двухлетний. Таким образом, программы института, они представляют из себя программы, хронологически укладывающие двухлетний период, а потом корректирующиеся. Важным, как я уже сказал, моментом является то, что любые концепты, включая выделение финансов нашего института, прежде всего регламентируются учеными. И это настолько важно, насколько, когда мы понимаем, когда мы оцениваем правильность тех или иных решений, мы всегда говорим, что по всей видимости в формировании решений принимать должны участие прежде всего не администраторы, не управленцы-менеджеры, а исходить это должно от специалистов, непосредственно знающих ту или иную сферу. В данном случае мы говорим об ученых 11 стран. И что и важно, наверное, будет сейчас и своевременно заметить, вы можете принять, каждый из вас, определенную деятельность в участии института, потому как мы формируем финансовые программы, анонсируем их раз в два года, в частности в мае месяце будущего года, будет анонсирована грантовая система, новый двухлетний грантовый период, когда мы выделяем определенные суммы, и ученые из разных стран, те, которые занимаются центрально-азиатским широким регионом, они могут, соответственно, свои заявки подавать и получать вот эти вот самые гранты, о которых я сейчас говорю. Это такой, я полагаю, весомый вклад в деятельность вообще науки центрального азиатского региона, на поддержке со стороны нашего института. Очень много программ в этой связи в институте имеет место быть, и они очень широкие. Ну, мне сложно говорить, вот определяя широту деятельности института о том, например, как востоковедение, там и археология, или там палеонтология, математика, то есть где эти вот горизонты, как их очертить, но я скажу лишь только, что это широкое поле деятельности. Ну, для меня лично, вот как для археолога, например, весьма необычным стала программа, которая недавно была принята нашим Академическим Советом и утвердена Генеральной Ассамблеей. Это, например, изучение динозавров на шелковом пути занимаются ученые из Словакии, которые изучают динозавров. Ну, то есть, насколько это связано с шелковым путем, насколько это связано непосредственно с историей региона, могут судить только ученые, которые как раз и принимают такое веское решение о том, чтобы дать возможность поддержать финансово, административно ученых из Словакии, которые занимаются изучением вот этой вот необычной для, например, нашего института проблематикой. Ну, здесь, конечно, есть и астрономия, здесь есть и востоковедение, но нужно сказать, что статистически большую часть программ занимают проекты, связанные с историей, востоковедением и археологией. Ну, хотя, вот как я сказал буквально несколькими минутами ранее, институт не ограничивается в своей деятельности именно вот этими сферами. То есть, любой ученый, который хочет заниматься любой сферой, там, скажем, шелкового пути, Центральной Азии, каким-то образом может их связать во единое целое, может подавать свои заявки, и ученые, составляющие ядро нашего института, рассмотрят их, ну, и часто это будет, как бывает, положительно. Институт, он ведет свою деятельность, это основной принцип его, на международных началах. То есть, приветствуются те проекты, которые имеют и такой вот межрегиональный характер, и те проекты, которые проводятся на стыке различных наук. Поэтому результаты, которые зачастую институт анонсирует в своих изданиях, в тех научных экзорсисах и их результатах, они весьма яркие, они зачастую, я бы даже сказал, бывают и основополагающего научного, энциклопедического характера. И вот, когда я говорю о том, что институт, он анонсирует результаты своей деятельности, то я здесь должен сказать о том, каким образом это делается, помимо, естественно, там, как сейчас это очень модно, там, соцсетей, сетей и общения ученых, конференций, докладов и так далее. Это издательская деятельность. Институт публикует большое количество работ монографического характера, ну, порядком 8-10 книг, публикуется ежегодно, имеет свое периодическое издание, это Вестник Института, Вестник Международного Института Центрально-Азиатских Исследований, которые публикуются два раза в год, и не стремится попасть в наукометрические системы и базы, в связи с тем, что изначально, опять же, Академсовет нашего института принял основную идею, что нам нужно перейти, или даже не перейти, а закрепиться на позициях понимания издательской деятельности журнала таким образом, чтобы это не было, скажем, некой производственной частью, когда зачастую на финансовой основе принимаются статьи, и которые, может быть, иногда оставляют желать лучшего, а это должен быть такой творческий подход, когда журнал, он нацелен на то, чтобы быть весьма интересным, ярким, и журнал «Вестник Мицай», он изначально, как то бледет главный редактор журнала, он не является узконаправленным, то есть в одном номере публикуются статьи, опять начиная от культурологии, заканчивая археологией и другими науками. Это, опять же, такое принципиальное отличие журнала от многих других. Ну, естественно, стандартно журнал имеет и ДОИ, и ССН, все номера, и входит в РИНС, наукометрическую базу данных Российской Федерации, является журналом, который входит в ваковские формуляры Узбекистана. Ну вот журнал, он тоже часто анонсирует различные научные достижения, которые получают исследователи в ходе реализации проектов самого института. Это вот если коротко, Рафаэль Мергосимович, о деятельности нашей организации. Спасибо, да. Ну, я должен сказать, что на самом деле уже вот скоро будет 10 лет, как Казанский федеральный университет стал участником, ассоциированным членом этого института. И я могу сказать, что, конечно, основной интерес, который тогда был связан с Международным институтом Центрально-Азиатских, это Великий Шелковый Путь. Потому что вот к тому времени уже мы смогли включить болгары, а так получилось, что когда в 2014 году на 38-й сессии Комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО проходил он в Катаре, мы включили болгарский историко-археологический комплекс, и здесь следует подчеркнуть, что для этого пришлось поменять концепцию, потому что, скажем, первоначально мы думали, что было предложение включить болгарский историко-архитектурный комплекс. Но в процессе обсуждения с международными экспертами они говорят, а ведь уникальность вашей территории не только в том, что здесь есть архитектура, уникальность его в археологии в первую очередь. На самом деле уникальность. Вот смотрите, болгары кто? Кочевые народы, к кочевым народам относятся. Они приходят на эту территорию, проходят два века, и они становятся седентеризованными, то есть оседлыми. Почему это произошло на этой территории? Или татары. Они пришли, тоже были кочевыми, долгое время оставались кочевыми народами, но тоже произошел процесс оседания на этой территории. И вот с точки зрения наших международных экспертов это, конечно, очень заинтересовало. Ну а вот включение болгарского историко-археологического комплекса нам позволило раздвинуть, потому что мы думали первоначально, скажем, охватить 500 лет. Это время существования города Болгар. Но в процессе изучения, в процессе обсуждения, на самом деле уникальность этого места, уникальность этой территории, что здесь уже с эпохи Великого Переселения появляются археологические культуры и, по сути, народы, племена, которые показывают начало такого культурного разнообразия. Я имею в виду именьковскую культуру, которая в тот период, ученые до сих пор спорят, кто же там носителями является. Кто-то называет тюрки, угры, балты. Есть последняя версия наших московских археологов, что это протославяне, поскольку, скажем, обряд труппосожжения был характерен для этой культуры, для именьковской. Это огромная территория она тогда занимала. И, естественно, мы смогли охватить вот период, по сути, с пятого века, думали до пятнадцатого остановиться. Но когда в процессе обсуждения, особенно это было видно в 2013 году, когда на заседании комитета это происходило в Камбодже, рассматривали наши объекты, показывали. Посол из Индии, посол ЮНЕСКО из Индии, он говорит, уникальное явление. Смотрите, у вас мечеть тринадцатого-пятнадцатого века, да, и рядом буквально в десяти метрах Успенская церковь. Небывалое дело, особенно, скажем, для многих стран, которые имеют проблемы там с межконфессиональными отношениями. Ну и тогда возникло, что мы, по сути, возьмем более чем 1500-летний период. И этим было интересно. Ну и в процессе этого, вот, одновременно, вот, при включении болгарского историко-археологического комплекса, включили и первый участок, вот этой серийной транснациональной номинации Великого Шелкового пути. Это Китай, это Кыргызстан, это Казахстан. И, соответственно, нас это тоже заинтересовало. Нас это заинтересовало, и с этого времени начались наши научные контакты. Я хотел, Дмитрия Алексеевича, вот, попросить рассказать о Великом Шелковом пути. Это, понятно, требует очень большого времени, ну, хотя бы кратко, от огромной же территории. Ну и вот, поскольку Ваш институт является головным в этом плане, вот, те контакты, то взаимодействие, и на сегодняшний день те новые проекты, которые рождаются, новые коридоры, в том числе и есть предложения, вот, по Российской Федерации, по Татарстану. Пожалуйста, Дмитрий Алексеевич. Дмитрий Алексеевич, ну, вот, как я уже, коллеги, заметил, весьма сложно осознать, что такое Шелковый путь. Осознать его, прежде всего, опять же, через призму того, что этот объект, это достижение цивилизации, нужно каким-то образом очертить, а более того, очертить в материальном плане, то есть, руководствуясь и оперируя какими-то компонентами, составляющими его, и потом вот это вот что-то включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО, для того, чтобы автоматически этот объект стал под охрану конвенции 1972 года, ну, и управление его должным образом было реализовано. И вот ученые и представители различных государств, на территории которых расположен Шелковый путь, они, естественно, задались этим вопросом, и с 2005 года началась такая очень активная работа именно в данном направлении. Были приглашены и национальные эксперты из разных регионов, ну, вот, фактически вся Центральная Азия, все Станы, так называемые, они стали активными участниками этого процесса, но, наверное, руководящую роль в этом движении заняли представители Китайской Народной Республики в тот период и в тот момент времени. Естественно, это все шло под эгидой ЮНЕСКО и ИКОМОС, ИКОМОС-консультативный орган ЮНЕСКО, по тоже охране, изучению памятников и достопримечательных мест. И, в частности, был приглашен представитель университетского колледжа Лондона с его командой, профессор Тим Уильямс, которому была поручена разработка вот этой вот самой концепции уже с научной точки зрения. Эта концепция, наверное, начала разрабатываться с 2008 или 2009 года, то есть вот после первой встречи международной в 2005 году, которая состоялась, и в 2009 году она стала приобретать какие-то формы, которые мы много раз обсуждали. Называлось это и называется это исследование тематической, исследование ИКОМОС-шелковый путь. Было выделено в итоге на основании многочисленных данных, которыми руководствовались все вовлеченные стороны, и в частности экспертная команда, которую привлек Тим Уильямс, были определены какие-то предварительные географические рамки, хронологические рамки. Шло очень много дебат, многие вопросы остались открытыми, но вот как мы с вами говорили, то есть каким образом очертить там географически это явление. Решили, что будем руководствоваться определенными географическими территориями на первом этапе, а этапов может быть в дальнейшем много, этот маршрут, этот путь определенный, он может быть расширен. Затем определили хронологическую составляющую. Ну, в частности, академик Кармол Дахмевич Байпаков был категорически против той позиции, которая заняло и приняло все международное сообщество, участвующее в этом процессе. В частности, о том, что шелковый путь можно очертить с периода II века до нашей эры и вплоть до XVI века до нашей эры. Ну, почему II век до нашей эры? Потому что это известная история, когда князь Джантьянь по приказу императора, китайского императора Уди, отправился в западные страны и фактически открыл западный регион. Но как археологи, как историки, мы прекрасно понимаем, что это лишь событийного характера, описанное в исторических хрониках, явлений и события, а на самом деле торговые связи, экономические связи, культурные, естественно, связанные с этим моменты, они имели место быть на этих обширных регионах, как интеграционные процессы, части этих процессов, начиная с эпохи седой древности, ну, фактически с эпохи бронзы, в период ранне-железного века, ну, скажем, в период VI-IV века до нашей эры, нам известны уже и шелковые ткани на обширных просторах Евразии, в эпоху бронзы нам известно уникальное явление распространения бронзы на обширные просторы, там, от Балкана и заканчивая, там, Синьцзяне, мы дали от того вот эти вот центрально-азиатские бронзы, бронзовые сплавы, они известны на обширных регионах, ну, то есть мы, опять же, оперируя какими-то дополнительными вещами нам известными, мы говорим там и о лазуритовом пути, который, ну, также мог быть одной из основ, да, вот этих торговых взаимоотношений. Сейчас недавно статья вышла известного профессора, нашего доброго друга Майкла Фрачетти, о формированиях вообще шелкового пути, как вот некого концепта, который, ну, фактически имел место быть не искусственно, а естественно, еще с эпохи предшествующей эпохи бронзы, когда определенные имели место быть направления кочевания и связанные с этим вопросы просто поддержания, формирования хозяйственно-культурных типов, и на основе этого шелковый путь сложился. Ну, то есть, вот эти бурные дискуссии и дебаты не привели к какому-то конкретному решению, но закрепили основное понятие, что может быть период прото-шелкового пути, который формировался до II века, до нашей эры, а со II века по XVI век – это вот основной концепт ЮНЕСКО, который как бы всеми принят. Ну, вот на таком вот балансе и игре понятий, как будто бы все ученые согласились и перешли к следующему обсуждению, то есть, каким образом вообще сформировать теперь само понимание вот этой вот трансконтинентальной дороги, этого маршрута. Ну, здесь как бы тоже ничего особо такого неожиданного не было. Шелковый путь – это не дорога, выложенная кирпичом или там очерченная каким-то с двух сторон поребриком, который ведет от точки А к точке Б. Это памятники, это города, это поселения, могильники, петроглифы. И вот на основании этих, прежде всего, городов, поселений команда Уильямса предложила говорить о узловых точках и о сегментах их связывающих. И все это объединить в определенные коридоры с шириной прохода 30 на 30 километров с каждой стороны, то есть 60 километров вот такой вот коридор создать. И этот коридор – это не значит, что это априори единственный подход был. Сразу говорили о том, что где-то может это все меняться. Но вот этот коридор, его назвали неблагозвучным, наверное, в русском понимании термина понятием – коридор, коридообразный, коридорообразный подход, хотя мы изначально предлагали, может, там, назвать направление, может быть, назвать там маршрут, но все-таки в итоге склонились к мнению, опять же, наших западных коллег, которые настаивали на том, что вот коридор в их понимании это как бы звучит более правильно. На том и остановились. И «Шелковый путь» в концепции 2014 года, уже финальный, утвержденный, он приобрел черты таких вот коридоров, которые связывают, или которые, скажем, на основании узлов и сегментов представляют из себя некую систему, которая и с востока на запад двигается, и с севера на юг. Но в основном, нужно сказать, что большая часть коридоров, они связаны, очертены были с востока на запад. Выделено было более 50 коридоров, 55. И эти коридоры, там, с определенной последовательностью, приоритетной, они были предложены для включения, их рассмотрения, их как включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Опять же, столкнулись с бурными дискуссиями о том, что, ну, фактически здесь на первый план выступает уже географический детерминизм, потому как, ну, любой коридор, там, с точки А, с точки Б и так далее, он базировался не только на самих поселениях и городах, а он, естественно, был привязан к каким-то географическим реперам. Ну, это мог быть, скажем, могла быть река Сардаря или Амударя. И вот коридор, который сформировался на этой территории, он и название-то носил, Амсардаринский коридор, или там Амударинский, или там Фергана-Сардаринский, или коридор вдоль Тиньшанского хребта. То есть мы понимали, что описав один такой коридор, ну, например, который соединял обширные регионы, но базировался на водных источниках, на реке какой-то крупной, например, Центрально-Азиатской, он имел уже, в принципе, набор определенных черт, который, ну, фактически со стопроцентной уверенностью мог бы быть обнаружен и в другом коридоре. То есть, ну, в чем отличие Сардаринского от Амударинского коридора, или, там, скажем, Волжского коридора. Базируется на реке, но мы понимаем, что каждый из этих коридоров, согласно, опять же, конвенции 1972 года и операционного руководства к ней, он должен обладать рядом определенных уникальных признаков, которые формируют концепцию выдающейся универсальной ценности. И вот эта выдающаяся универсальная ценность для каждого коридора, в ее сравнительном анализе с другими коридорами, в ее сравнительном анализе с другими аналогичными памятниками, которые ранее были уже включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и должно было стать той основой, которая позволила бы определенным объектам быть включенным в список. Ох, это абсолютно непростое было турне научное, 9-летнее. Много споров, много битв, в позитивном смысле этого слова, произошло дискуссии, и в итоге никто не знал, чем это обернется. И что такое вообще вот эта вот серия, огромная серия объектов, которые включаются в список наследия ЮНЕСКО. И как она может быть вообще осознанно и наводнена? Ну, представляете, вот Рафаэль Мергосимович говорил о включении булгар. Это единица, это один памятник. А если таких памятников несколько десятков в одном коридоре, и они включаются в список, как ими управлять? Как управлять на международном уровне? Как вообще понимать, какую территорию будет охранять конвенция 1972 года ЮНЕСКО? А вот мы знаем, что это не только граница памятника, это еще буферная зона, которая ее окружает. То есть мы стали оперировать уже пониманием не десятков гектар, и даже не сотен гектар, а тысяч гектар, которые войдут в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но можно, конечно, на высоком уровне пафоса заявлять о том, что это все замечательно, это прекрасно. Но если не видеть еще определенных моментов, ведь это и политика, которая стоит за всем этим, я не хочу углубляться в какие-то, может быть, не то что негативные моменты, но, скажем так, щекотливые в политическом плане, но страны, присоединившиеся к конвенции или ратифатировавшие ее, они следуют определенным принципам, механизмам, заложенным в конвенции. Конвенция, вообще любая конвенция ЮНЕСКО, ее основа это урегулировать отношения нескольких сторон международных. Вот это основная суть конвенции. То есть, например, если конвенция об охране подводного наследия 2001 года, она никак не распространяется на внутренние водоемы. То есть только правила в этой конвенции распространяются на внутренние водоемы. И лишь моря, которым имеют выходы разные государства или открытые пространства морские, они являются предметом вот этой вот самой конвенции. То же самое с конвенцией 1972 года. Это страна, фактически, которая включает объект в список всемирного наследия ЮНЕСКО, заявляет о том, что эта территория, определенная внутри страны, или внутри, скажем, расположенная внутри нескольких стран, являясь трансграничной или транснациональной номинацией, она становится вот таким образом открыта международному сообществу. И хорошо это, если мы ведем речь о 10, 20, 100 гектарах, а если это огромная территория и площадь, которая страна обязуется просто давать в виде мониторинга на международный уровень, то есть когда международная общественность имеет возможность просто отслеживать все, что происходит внутри страны. Ну, это вот такие определенные непростые моменты. И серийные транснациональные номинации, они вот количественно эту территорию настолько сильно увеличивают, и взаимосвязь между государствами настолько сильно меняется, что потом еще состоялся ряд встреч международных, там интингентские соглашения были и так далее и тому подобное, которые попытались вот этот процесс каким-то образом урегулировать. И мы не знали, чем это все закончится, но, естественно, двигались, сталкивались с сложностями, обходили все это, пытались там решать вопросы, собирались, кооперировались и в научном плане, и в административном. И в итоге, о чудо, в том же 2014 году три страны, это первая ласточка была, они прорвали вот это вот непонимание, непонимание не в том, что не понимают суть, а непонимание, каким же образом в итоге сложится, а что же будет дальше. И вот Китай, Казахстан и Кыргызстан включили 33 объекта в список всемирного соединения. Для всех это было нечто абсолютно интересное, потому что если бы на этом все закончилось, это был бы один момент, но это, мы знаем, много серийных транснациональных номинаций, но все же которые более-менее каким-то образом масштабно, они локализуются. А здесь Шелковый путь, это фактически только было самое-самое начало, и 33 объекта уже были включены, компоненты в список всемирного наследия ДНС. То есть что еще стояло за этим? Если мы говорим о 50 коридорах, 50 коридоров, это только центральная часть, это, я сейчас не совру, но это порядком, в общем, нескольких миллионов квадратных километров территорий, которые фактически включают в себя буферные зоны, все эти коридоры, это только центральная часть. А там есть Западная, Юго-Восточная Азия, там северные регионы, о которых вообще никто тогда даже не говорил и не думал, и не было таких тематических исследований. Тематическое исследование Тима Уильямса было посвящено только центральной части, Центральной Азии. Но, тем не менее, эти объекты, эти компоненты были включены в список всемирного наследия ДНС. Радости не было предела, торжествовали долго. Ну, естественно, как всегда, это совпало с нашим совместным включением республики Татарстан, Булгар в список всемирного наследия ДНС. Тут еще и Шелковый путь. Две страны, правда, у нас провалили эту непростую миссию. Таджикистан и Узбекистан не смогли включить свои объекты. По другой номинации, тогда она называлась Пинджикенд-Самарканд-Пайкенд, это Заравшанский коридор, это южная часть Узбекистана, Таджикистан. И вначале была Туркмения, но потом она отошла от этого процесса. Не смогли они этого сделать, но тем не менее, как бы вот этот процесс был запущен. И позже, это вот буквально заканчиваю сейчас, вот это вот облекать словами эту идею в какие-то формы, столкнулись и с другими проблемами. То есть некоторые памятники, ну в частности в Казахстане, они были осознаны, не осознаны в ходе внутренних политических определенных моментов, подвергнуты риску разрушения. И тут страны столкнулись совсем с другой глобальной проблемой, то есть проблема серийной номинации. Выпадает один компонент, выпадают все компоненты. Это значит, что если из 33 объектов, включенных в список, один объект вдруг по каким-то причинам разрушается, то исключается вся серия, то есть страдают все страны, которые являются участниками этого процесса. И это опять, ну это было, был фактически, ну если не международный, не то чтобы скандал, это были такие серьезные консультации, обсуждения этих процессов на самом высоком международном уровне. И опять мы пришли к определенному решению, были разработаны внутренние механизмы, что оттянило вот эту особенность номинации такого порядка. И вот то, чем мы занимаемся, это шелковый путь на данный момент. Вот, например, в плане Казахстана были включены 8 объектов среди тех 33, о которых я говорил выше, и прочие объекты, большая часть их, 20 с лишним было со стороны Китая, и несколько объектов со стороны Кыргызстана. Вот каждый из этих объектов, он является, конечно, жемчужиной историко-культурного наследия, вот относящихся к шелковому пути. Но опять же, объектов гораздо больше, их сотни, их тысячи. И включение того или иного объекта и компонента в ходе сравнительного анализа, экспертных мнений, это опять же такой баланс, где я всегда привожу в пример объективного и субъективного, или экспертного мнения, которое все же в основе своей субъективно, по большому счету. И объективной позиции, это когда мы на основании сравнительного анализа все-таки приходим и показываем вот те объекты, которые должны быть включены в список. Я как археолог, занимающийся как раз этим периодом времени, этими объектами, я хочу включить все. Для меня каждый объект уникален, и мы стараемся все время вот это количество объектов увеличить и увеличить. Но до сих пор не разработаны четкие механизмы, несмотря на систему сравнительного анализа НАРА, есть другие там отдельные моменты, которыми мы руководствуемся, но все же нет все еще такой вот идеальной системы, может быть, никогда ее не будет, которая позволит нам максимально к объективному процессу отбора памятников подойти и включать те объекты, которые действительно на 100% соответствуют тому, чтобы быть включенными в список в рамках той или иной номинации того или иного коридора. И на сегодняшний день, и завершу вот этот пространный ответ на ваш вопрос, на сегодняшний день мы считаем, что самой перспективной номинацией или самыми перспективными номинациями являются следующие. Это Заравшан-Каракумский коридор, в котором участвуют три страны, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Уже номинация подготовлена, огромная, большая. В 2020 году была отправлена на то, чтобы прошла на оценку и КАМОС, и Центра Всемирного Наследия. Она уже прошла эту оценку, и теперь мы ждем лишь сессии Комитета Всемирного Наследия, которая должна была состояться здесь, в Казани, в июне-июле месяца этого года. Но вот, к сожалению, теперь все перенесено, и лишь в будущем году она, мы надеемся, состоится. И новые объекты, их 31 объект, которые будут включены, мы надеемся. Список Всемирного Наследия ЮНЕСК это самая перспективная номинация. Второй по перспективности номинации является так называемый Ферган-Сардаринский коридор, где участие принимают четыре страны. Это Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. И в этой номинации пока не все так гладко, в связи с тем, что мы столкнулись там опять с новой тенденцией, с которой раньше не сталкивались. Страны некоторые умышленно занижают количество объектов, чтобы потом не столкнуться с другими сложностями, проблемами. И мы уже выходим на другие дефиниции. Мы говорим, что в таком случае этот объект не будет целостным, потому что он не отобразит все многообразие этого явления на определенной территории. Но опять же, этот вопрос сейчас находится на уровне дискуссии. Я не знаю, чем он закончится. И для вас будет, наверное, самым интересным узнать, что третья номинация, которая, я убежден, она сейчас является, наверное, самой сложной, но, возможно, самой интересной. Это становится номинация Волжско-Каспийского коридора. Это несколько стран, участников Российской Федерации. Это Татарстан, Дагестан. Это Казахстан, Туркмения, Иран и Азербайджан. Ну, вот весь этот прикаспийский регион, вы знаете, что насколько все сложно, насколько все интересно. И сам Каспий, и само Поволжье, и много дискуссий, которые ведутся. Вообще просто о статусе этого водного бассейна Каспия, море, озеро, что это тоже непонятно. От этого же много зависит, что придадут статус морской, то есть, соответственно, будет определенный подход, останется он как бы внутренним морем с таким-то разграничением территории. Это будет иной подход. Словом, я сейчас ожидаю очень интересных тоже и дебат, и решений, и выходов из складывающей ситуации по этой номинации. И я убежден, что в ближайшие годы нас ждет очень интересная работа по данной номинации. Здесь уже, кстати, здесь уже будет и подводная археология, которой не было в предыдущих номинациях. И многие вещи исследовательские, которые, наверное, позволят нам открытия сделать в науке, а не просто прикладным характером руководства из всего того, чего мы делаем, заниматься подготовкой номинации, а будут и фундаментальные исследования, и фундаментальные открытия. Но, словом, вот те три номинации, о которых я сейчас говорю, в нашем регионе, они являются, наверное, самыми приоритетными. Но это не означает то, что может все измениться вот в ближайшее время, потому как многие страны, а их сейчас 18, они присоединяются к этому процессу. Почему 18? Это комитет есть, шелкового пути, международный комитет. Вот в данном случае Рафаэль Мергосемович, Айрат Габич Сидиков являются активными деятелями этого комитета. И этот комитет, он рассматривает те номинации, которым уделяется пристальное внимание. Там уже присоединяется Юго-Восточная Азия, там уже активно работают и Япония, и Корея, и Индия. И, может быть, номинации, которые будут связаны с нашим регионом, они тоже выйдут сейчас на первый план. Ну, вот это вот такой сложный процесс. В двух словах, простите, невозможно как бы все это уложить. Но эта номинация, серийная, транснациональная, весьма сложная. Спасибо, Митрий Алексеевич. На самом деле, вот я могу только на примере Болгара территория 424 гектара, а для того, чтобы его сохранить, пришлось определить территорию 12 тысяч гектаров. То есть, это и Волга, и та сторона Волги, для того, чтобы не было воздействия, скажем, появления там крупного этажного строительства и многих-многих других. Это вот на примере только одного объекта. А здесь идет о нескольких десятках. И, естественно, это ведь еще и другая проблема, которая во многом связана вот с нашими объектами, с нашим представлением. Вот в 2016 году ученые Казамского федерального университета и Института археологии, Академии наук, приняли участие вот в одном из экспертных встреч в Казаларде. Это было на территории Казахстана. И они нас пригласили. Ну, и мы там выступили с докладом, как мы видим, скажем, для Российской Федерации. Вот здесь назвали Волго-Каспийский коридор, Волжско-Каспийский коридор. Да, для нас великий Волжский путь является одним из определяющих, но он куда-то шел. А он шел в первую очередь... Волгу соединяло Каспий, Балтийское море, я уже не говорю там, Черное море, и дальше выход на Запад, Средиземное море. То есть, без России, без нашей территории показать, ведь эти шелка шли, в том числе, вплоть до Венеции, до Северной, Западной, я уже не говорю о Восточной Европе. Естественно, вот это вопрос. Ну, и мы тогда представили, кроме Волга-Каспийского, еще один коридор, который является для России достаточно важным, это Сибирский коридор. То есть, изучение вот той огромной территории Сибири, изучение Дальнего Востока, это тема еще перспективна. Поэтому вот, благодаря вот той работе с экспортами, международными экспортами, вот эту тему Волга-Каспийского стала одной из приоритетов. Хотя, в целом, для России следует сказать, что тема вот Сибирского коридора, это все-таки Китай, это Монголия, это Россия, ну, и определение дальнейших маршрутов является одним из важных. Ну, и потом, смотрите, вот на сегодняшний день Российская Федерация включила в список всемирного наследия ЮНЕСКО 31 объект. А по своему потенциалу у нас, конечно, есть намного больше этих объектов, но насколько они будут включены. И, соответственно, 1154 в настоящее время состоит в этом списке объектов всемирного наследия. Мы находимся на девятом месте. На первом месте находится Италия, на втором месте находится Китай, ну, и по мере возрастания. И вот здесь то, что Дмитрий Алексеевич говорил о обсуждении, должно было пройти в Казани. Вот этот комитет всемирного наследия, заседание комитета должно было пройти летом, но из-за известных событий ряд стран, членов комитета, это 21 страна, они отказались. Ну, это Германия, это Франция, это Италия, хотя остальные были готовы. Но они даже предлагали исключить, скажем, Российскую Федерацию из комитета всемира. Ну, это невозможно сделать, если сама Российская Федерация оттуда не выйдет. А такого не будет. Ну, и поэтому вот итогом стало о том, что необходимо, а 50-летие-то наступает, он бывает только один раз. Это не только для человека, но и для самой конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. И я должен сказать, что вот мы года 4 назад мы перевели на русский язык книгу Рослера. Это генеральный директор Центра всемирного наследия. Она как раз написала монографию на тему, связанную, как шла подготовка вот этой конвенции. Очень сложно шла. Если бы в свое время не было, скажем, Венецианской хартии 1964 года, которая определяет принципы реставрации памятников. Не навреди. Вот главный принцип. И дальше появление международного ИКОМОЗ, международной организации по охране памятников достопримечательных мест. То есть появились специалисты. Потом Международный союз по охране природы. Вот эти организации стали основой для подготовки вот этой конвенции. И вот то, что в этом году, в этом году именно в Казани прошел вот этот форум, посвященный конвенции, 50-летию конвенции, стало очень важным шагом. Потому что, скажем, Российской Федерации определяли, кого же выбрать. Ну, выбрали Санкт-Петербург по природному наследию. Ну, там находится Международный институт вот второй категории Горный университет и выбрали Казань. Учитывая тот наш потенциал, те наши объекты, которые имеются, и следует сказать, что вот по итогам форума, а Казанский университет принимал активное участие в подготовке этого форума, мы, по сути, определили программу для всех направлений, а их девять конференций. Девять конференций. Это здесь и конференции по великому шелковому пути, по религиозному наследию, по промышленному или, как мы называем, индустриальному наследию, конференции молодых специалистов в рамках школы Адамнар, это проведение для школьников школьной модели комитета всемирного наследия вот из этих двадцати одной страны. Ну, и целый ряд других направлений, и я хотел бы остановиться на наиболее важных для нас, скажем, в частности на той же конференции по великому шелковому пути. На самом деле состоялось, ну, вообще, я в целом должен сказать о форуме 56 стран из 56 страны, ну, и принимали участие почти что 800 экспертов. Здесь и ученые, здесь и министры, здесь руководители, руководители разного уровня комитета там по охране культурного, отдельно природного наследия и так далее. И вот я отдельно хотел остановиться как раз на конференции по великому шелковому пути. Вот Дмитрий Алексеевич выступал как раз одним из основных докладчиков по данной тематике. Он обрисовал в целом великий шелковый путь. Дело в том, что на уровне Российской Федерации есть понимание того, что надо в этом участвует. И Российская Федерация является членом наблюдателем вот в этом межрегиональном межгосударственном комитете по великому шелковому пути. Казахстане. Естественно, что очень важно прежде всего провести научные исследования. Да, вот такая работа у нас в Российской в частности в Татарстане началась. По Волгокаспийскому мы активно контактируем с учеными из Азербайджана. Я уже не говорю о региональном. Скажем, только для Волгокаспийского это по сути выход из Казахстана, а Казахстан будет являться частью этой концепции, а дальше даже в рамках наших российских объектов, наших российских регионов это порядка 15 таких регионов, а их же надо объединить каким-то образом. И, естественно, вот я еще Дмитрий Алексеевич хотел задать вопрос вот по нашей конференции Великого шелкового пути, ну и ваше впечатление, ну самый главный результат потом мы еще скажем отдельно, пожалуйста. Ну, по поводу конференции у меня замечательное ощущение по ее проведению, но это же всегда, когда проходит конференция, тем более такого уровня встречаются коллеги, это общение, это не просто доклады, выступления и впитывание, абсорбирование новой информации, но это и много кулуарных разговоров о нуждах, о устремлениях, причем таких обширных регионах, когда мы говорим там, начиная от Сирии, заканчивая опять Китаем, если так с востока на запад брать. И вот данная конференция, она опять с моей точки зрения, дала мне стойкое, четкое убеждение, очевидное, о том, что для северных регионов необходима централизация всех усилий. Когда я говорю северный регион, так как мы уже активно давно работаем, как я уже сказал, с 2005 года, и наши страны Центральной Азии при содействии различных международных организаций, включая ЮНЕСКО, уже прикладывают много усилий, и есть результаты, о которых я говорил выше. Для регионов, которые находятся географически севернее, этот процесс он запущен в общих чертах. Мы, естественно, встречались с экспертным сообществом много раз и обсуждали эти вопросы, и Рафаэль Миргосимович коротко уже об этом говорил, там, Казлардинская встреча, и в Самарканде мы встречались, и в Хамадане в Иране, и все эти вопросы уже ставились. Но централизация усилия, она необходима для того, чтобы достичь скорейшего результата. Мне кажется, сам Бог велел, как говорится, все это дело централизовать вот здесь, в Казани, и говорить о том, что сейчас необходимо понимание на уровне создания нового тематического исследования вот этого региона, то есть, каким образом подойти к нему, каким образом связать уже то, что связывалось, что подготовлено ранее, с будущими перспективами. Вот наша конференция, которая прошла очень ярко, интересно, мне кажется, фактически в каждом докладе она показывала вот именно такую необходимость, являла. Мой доклад, он, например, был посвящен в целом концепции, о которой мы говорим, шелкового пути, но я сконцентрировал внимание присутствующих не только на отдельных подходах и к самом концепте, но и на памятниках, на которых мы ведем работы активные, потому как они являются основой всего того, что мы делаем. И те или иные проекты международные, ЮНЕСКО, они являются, может быть, не совсем будет сейчас корректно, но я все же применю такой вот пример, они являются как своего рода инъекцией первоначальной, предварительной, скажем, адреналин, который потом стимулирует страны определенного региона к тому, чтобы интегрировать свои усилия совместные и к тому, чтобы эту тему продолжать. Вот мне кажется, Рафаэль Миргосимович, Шелковый Путь, Волжско-Каспийский коридор, он может быть такого рода искрой, которая все, весь этот огромный механизм и государственный аппарат перейдет в движение. И, опять же, если у вас такое ощущение или нет, то мне кажется, что наши конференции, все выступления, они подчеркивали именно вот эти вот моменты, что синергия научная, она имеется, она выработана и теперь должны быть запущены параллельно с этим механизмы уже государственного регулирования, которые позволят, вот опять же, например, как я вижу это, централизовав всю систему, прийти к конкретным целям и результатам. Но конференция, ведь, она носит зачастую такой идеологический и философский характер, когда мы говорим о стратегических целях. Но вот отличие данной конференции от многих, для меня, опять же, оно было в том, что ученые показывали, например, описывая те или иные объекты и работы, проведенные в рамках этих объектов, ваш доклад, Рафаэль М. Гусенивич, конкретные тактические задачи, которые уже должны быть реализованы. И есть определенное видение, конечно, они могут быть скорректированы в недалеком будущем, но вот я думаю, что подчеркнутый яркий характер вот это вот международное 50-летие празднования Конвенции 1972 года и такая призма шелкового пути, они как нельзя пришлись вот одна к другой, очень четко вот эта адгезия мощная произошла, и я думаю, что вот итогом конференции, может быть, я забегаю вперед, но все же скажу, что принятое решение, принятое в виде протокольного декларации, которая была принята, она уже подчеркнула вот ту заинтересованность международного общества, и в частности Российской Федерации, в том, чтобы такого рода глобальный проект, он начал реализовываться вот сейчас, а это уже, как говорится, обязывает и ученых к определенным шагам, научное сообщество, и власть к тому, чтобы прикладывать весьма серьезные усилия, и в таком случае этот глобальный концепт, он заиграет красками. Еще, я, кстати, всегда вижу, и конференция не стала исключением, что зачастую некоторые моменты, которые политизируются, ну, в частности, может быть, излишнее влияние и давление, там, скажем, Китайской Народной Республики этим процессом, потому, как они являются шелковым путем, мы сразу это связываем все с Китаем, один пояс, один путь, вот новая, точнее, новостарая парадигма, которая сейчас была провозглашена руководством Китая и активно продвигается в жизнь. Мне кажется, в данной связи, если будет предан ей действительно научный характер, что мы и видим сейчас, то мы будем, и мы говорим сейчас лишь о каком-то емком названии «шелковый путь», но на самом деле мы подчеркиваем уникальность, независимость многочисленных цивилизаций Востока, Запада, вот той Центральной Азии, где мы находимся, и мы ярко осознаем, что если гипотетически отключить «шелковый путь» или не говорить о нем, цивилизации никуда не исчезают. Они есть и великие цивилизации, и эти процессы, которые происходят на разных местах, они лишь создают определенные зоны притяжения, и появляются те самые связи взаимоскрепляющие, появляются те самые коридоры, если хотите, о которых мы говорим, и формируют вот эту неразрывность соединения, которые мы понимаем и связывают и столетия, и тысячелетия в хронологическом плане, и огромные географические регионы, и этносы, и культуры, и технологии, и религии, и все это предстает перед нами в таком вот уникальном варианте. И мы говорим сейчас об индийском, великом индийском пути, знаменитый археолог, историк Эдвард Васильевич Ротвеладзе вот выпустил в Питере книгу «Великий индийский путь» уже весьма продолжительное количество лет назад, но тем не менее такого рода заявления лишь подтеркивают, что когда мы даем какое-то название, это не значит, что мы на 100% вкладываем в него понятие именно такой шелковый путь, что вот база шелк и основа лишь Китай, Восток и Запад. Нет, абсолютно нет. Мы лишь на основе определенной скудости или ограниченности вербальной своей мы должны каким-то образом очертить это понятие, поэтому мы говорим шелковый путь, но является он гораздо больше и шире, нежели вот именно тот шелк и там Восток и Запад, о которых мы говорим. и последнее, что скажу, нет конкретных центров, а между ними пустота и вот такая связь. Нет, это как кровеносная система человека, это капилляры, это артерии и невозможно что-то сказать, что что-то лишнее, что-то ненужное или что-то неважное. Вот все важно и все нужно и нам необходимо все это изучать и лишь должным образом представлять международной общественности. Спасибо. Спасибо. Да, я на самом деле вот хотел подчеркнуть декларацию, Казанская декларация. Вот с точки зрения так истории складывается, что Казань в свое время в 2005 году, когда здесь собрались эксперты из ЮНЕСКО, из ИКОМОЗ, из многих стран, они приняли Казанскую декларацию. И она сегодня известна в мире под этим названием Казанская декларация. почему? Почему? Потому что на этой экспертной встрече было принято определение всемирной универсальной ценности или выдающейся универсальной ценности, как его называют. Ну, по сути, это то, что характеризует суть этого понятия, выдающаяся универсальная ценность. И вот благодаря этому определению с 2005 года, а принято оно было именно в Казани, с 2005 года все форматы номинаций стали включать определение вот этой выдающейся универсальной ценности и тех критериев. Вот это первая декларация, то есть она сыграла свою роль и сегодня все памятники, которые включаются в список, должны иметь ВУЦ, выдающиеся универсальные ценности. Вот это значение Казан. Ну, вторая Казанская декларация, это известно, она больше связана вот с религиями, с межконфессиональным согласием, ну, то, что является вот как бы основой сегодняшнего Татарстана. И это хорошо. Это вторая Казанская декларация, она тоже известна на сегодняшний день в мире, то есть она тоже работает и показывает Татарстан как площадку такого диалога. Недаром у нас Вентимир Шарипович был избран послом доброй воли ЮНЕСКО по укреплению межкультурного диалога. Это тоже, наверное, определенный результат. И вот третья Казанская декларация, это Казанская декларация, которая была посвящена итогам форума. Там много направлений, где-то порядка четырех страниц, но здесь в этой декларации как раз была подчеркнута необходимость проведения больших работ по Великому Шелковому пути, в том числе участие Российской Федерации Винтимир Шарипович Шаймиев выступая на завершении итогов и подведении итогов форума, говорил, что нам надо усиливать эту работу, и что мы имеем для этого нашу базу, мы имеем ученых, мы имеем молодых детей, школьников, которые придут на наше место, это тоже, наверное, важно. Ну, а самое главное, ведь, посмотрите, в свое время, в 2003 году проходил здесь, в Казани, форум он назывался Духовный Шелковый Путь. На самом деле, с этим путем связана не только материальная культура, но и духовная культура. Приход, скажем, различных религий на всей этой территории, там, буддизма, ислама, и так далее, и так далее, это тоже связывается как раз с этим глобальным явлением. Поэтому, с этой точки зрения, наверное, здесь достаточно много перспектив, и вот участие ученых Казанского университета, ученых Академии наук Татарстана является как раз наиболее важным подспорьем. Вот такой же пример, вот у нас Болгария в свое время, по сути, со дня его создания проводится международная археологическая школа. Хорошие, 27 стран туда приезжают из разных регионов мира, а в этом году в Саварканде прошла эта археологическая школа, и мы смогли туда собрать многих молодых археологов, студентов, аспирантов из Центральной Азии. Следующий, если все сложится, может быть, Кыргызстан. Кыргызстан. Есть хорошие перспективы, когда вот эту работу могут осилить только идущие и движущие вперед. А во всяком случае, Великий Шелковый Путь создает для этого очень хорошую возможность. Ну и я хотел на этом можно еще дольше говорить, я могу говорить по религиозному наследию, но я думаю, эта тема итогов форума является более перспективным. Поэтому я хотел, чтобы вы подготовились, а вам готовиться не надо, вы преподаватели, доценты, профессора, задали несколько вопросов в пределах отведенного времени, ну буквально 5-7 минут. Пожалуйста. Да, да, пожалуйста. Да. Спасибо за ваше интересное выступление. многие аспекты деятельности раскрыли ЮНЕСКО. Вот у меня такой вопрос небольшой. Вы сказали, упомянули, что объекты Таджикистана и Узбекистана не удалось включить. Это что за объекты, интересно, и по каким причинам? Ну, да, какие объекты из самых ярких объектов, которые на слуху в этой номинации, она изначально номинация называлась и была трехсторонней номинации. Три страны участвовали, Туркмения, Таджикистан и Узбекистан, и называлась она Пинжикенд, это известный объект, вы знаете, Эрмитаж проводит многие-многие годы эталонный объект на его территории исследований, находится он в Таджикистане, Самарканд, который уже ранее был включен в список семерного наследия ЮНЕСКО, но тем не менее он вошел в название и номинации, и МЕРФ, МЕРФ, это огромный урбанизированный комплекс, это самое крупное городище в Центральной Азии, чтобы на машине только его объехать, нужно там, я не знаю, наверное, больше часа потратить, он находится на территории Туркмении, но в связи с политическими причинами, в связи с причинами, ну просто на тот, наверное, период отсутствия достаточного уровня подготовленности ученых, номинация была сокращена и представлена была уже двумя странами, только Таджикистан и Узбекистан, и тогда начали говорить о том, что и название нужно поменять, его в итоге, что и сделали, поменяли название, убрали Мерфи, естественно, Растуркменистан перестал участвовать в этом процессе подготовки номинационного досье, и номинация стала называться Пинджикент, Самарканд, Пойкент. Пойкент это еще один огромный город средневековый, находится в Бухарском Оазисе, недалеко от Амудари, и таким образом только часть Заравшанской долины, долины Заравшана, она вошла в эту номинацию, но опять же, само номинационное досье, она была подготовлена по принципу, который я периодически критикую, с той точки зрения, что в стране нужно что-то включить, но не в стране нужно что-то включить, а нужно грамотно, объективно сделать отбор тех номинантов, и затем эти номинации, номинантов, эти компоненты включать в список. Естественно, международное сообщество, эксперты, они отклонили эту номинацию в 2014 году, которая была в итоге доработана, и в 2017 году снова подана, и также отклонена, за отсутствием должного научного уровня этой номинации. И вот в 2019 году международное сообщество собралось, передали нашему институту права быть секретариатом, и честь быть секретариатом этой номинации. И мы, если можно так сказать, засучив руководство, приступили к вот этой нелегкой миссии. Ну, во-первых, три страны, которые, ну, Туркменистан весьма со специфической формой управления и весьма сложной идущей на контакт Таджикистан и Узбекистан, но, тем не менее, слава Богу, удалось нам выйти на должный уровень, увеличив, как я уже сказал, количество объектов, мы довели их до 31, опять же, не стремясь, просто увеличить это механическим путем, а руководству, то есть вот этим тем самым сравнительным анализом, нам пришлось убеждать руководство учреждений министерств, министерства иностранных дел, министерства культуры, министерства нацкомиссии по делам ЮНЕСКО, что вот такое увеличение, оно необходимо, что это оно не просто выдумано нами, не искусственным путем создано, и номинация, название номинации было изменено, теперь оно называется, значит, Зарашан-Каракумский коридор, Зарашан-то долина Зарашана, и Каракум, ну, понятно, как Каракумская пустыня, и опять мы все начинаем от Сагдийской области, долина Зарашана в Таджикистане, проходим через весь Узбекистан, куда входят три области, это Самаркандская, Новоийская, Бухарская, и выходим через Пайкент, пересекаем Мударио, и переходим уже непосредственно в Каракумы, и доходим до Мерва, и вот теперь эта номинация, она в таком виде подана, а предварительная оценка ее весьма высокая, ну, и мы надеемся, что вот в ближайшее время она теперь под таким соусом, таким названием, с участием упомянутых мной трех стран, будет включена в список Семьерного наследия Юнойского в виде тридцати одного объекта, простите. Вот я хотел только Спасибо. Я хотел только дополнить, вот какое значение имеет серийная номинация в том числе для Российской Федерации. Президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путином была поставлена задача войти в пятерку стран по представленности в списке объектов Всемирного наследия. То есть мы сегодня на девятом, и до 2030 года мы должны войти в эту пятерку. А вот здесь, вот Дмитрий Алексеевич говорил, 31 объект, 33 объекта. То есть, к примеру, каждый объект, чтобы готовить, это огромная работа. А работа ученых, работа регионов, работа министерств, ведомств. А представьте, если мы, скажем, включим от того же Татарстана, естественно, кроме тех, которые же включили, целый ряд других. У нас есть Беляр, у нас есть Сувар, у нас есть Кашан, из других регионов, Волгоградская, Астраханская область и так далее, и так далее. То есть это позволит выйти вот на решение этой важной государственной задачи, которая определена в стратегии культурной политики. Поэтому это тоже весьма важно, потому что говорится о тех возможных международных контактах, которые должны все-таки развиваться. Всегда вот все говорят, все закончится договорами, да? И мы надеемся на эти договора, естественно, вот с точки зрения контактов международных и участия ученых, наверное, это является одним из определяющих. Есть еще какие-то вопросы? Да, пожалуйста, да. Наверное, тут и так слышно. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что вы столкнулись с тем, что в Казахстане сознательно разрушаются памятники. А что вы имели в виду? Не могли вы пояснить? Нет, не сознательно. А, ну это я добавил. Это он заострил так. Да, да, да. Меня абсолютно формулировки ни в коем разе не пугают, потому что мы понимаем, что когда памятник разрушается, то есть формируется, ну, наверное, неверное представление. Поэтому осознанность, она присутствует. Неверное представление, может, о границах памятника. Может быть, он в кадастрах не учтен, там, каким-то образом правильно. И это службы не доработали. Ну, вот это очень больная тема для меня, тот вопрос, который вы подняли, потому как мы потратили огромное количество времени, эмоций вот на решение вот этого рода задач. Когда я говорю мы, это целое научное сообщество, которое не могло воспринять строительство автодороги, которое планировалось пролегать через прям центр очень интересного объекта средневекового. Это средневековое городище Толгар и соединять город, мегаполис крупный, с горнолыжным курортом. Естественно, пытались это все представить как некое абсолютно положительное явление, что, во-первых, будет город соединен с горнолыжным курортом. Во-вторых, будут иметь возможность туристы останавливаться, прям вот где-то там парковочные места сделают. Около этого городища и потоки туризма возрастут. Но это все, вы понимаете, что все это как бы вот под соусом таким фантазийным все это делалось. А на самом деле центральная часть городища, она разрушалась огромной траншеей, шириной там в 40 метров, глубиной в 12 метров, потому что это пойма реки, и невозможно дорогу выводить с пойма реки, и длиной 430 метров. Ну, естественно, невозможно было это принять как данность, поэтому искались определенные пути решений. Но вот когда все это стало происходить, мы поняли, что две стороны медали существуют, позитивная в том числе. Позитивность заключалась в том, что международное сообщество, оно выступило категорически против. И заявили о том, что если сейчас будет разрушен этот памятник, а именно этот термин применялся, разрушение объекта, не улучшение его состояния, ни в коем случае там не благоустройство некое с приездом туристов и так далее, а разрушение памятника, то будут исключены все остальные объекты. И таким образом вывели это все уже на уровень Министерства иностранных дел, и Министерства иностранных дел, и Министерства культуры, других стран Кыргызстана, Китая, естественно, при содействии с ЮНЕСКО, выступали и говорили открыто, что этот вопрос необходимо решать другим путем, дорогу переносить. И в итоге, слава богу, этот вопрос именно так был решен. И мы вот с этой позитивной оборотной, как я уже говорил, стороной медали почувствовали, насколько все-таки замечательно, что этот объект в качестве компонента серийной номинации был включен в список. Другая сторона медали, она негативная. Ну, то есть вопрос-то решался таким принципиальным образом, что эта инфраструктурная единица, она должна быть построена, потому как основное полотно автодороги было реализовано и потрачено огромные баснословные суммы денег. Вот. И изменение любого маршрута, оно не представлялось с экономической точки зрения целесообразным, с точки зрения временной и так далее. Вот. И, конечно, здесь мы тоже столкнулись, вот когда я говорю о негативной этой стороне медали, с тем, что насколько и ученым и так далее нужно отдавать отчет в... Мы говорим здесь о прикладном характере, не просто о том, что мы сделали какое-то научное исследование, пришли к каким-то результатам, а насколько нужно всем администраторам, всем руководителям этого проекта, включая ученых, понимать, что не заканчивается лишь все только на том, что этот объект должным образом описан, представлен, что выдающая универсальная ценность его определена, а что нужно проследить этот процесс весь сложнейший, включение и сохранение его, до самого конца. Включен ли это, утверждены ли границы буферной зоны на национальном уровне, включили ли они в кадастровые, должным образом в списке, как они нашли отражение, там, скажем, в ретрансляции всей этой информации для строительных, для проектировщиков органов. Ну, то есть, многие вопросы, которые ученому миру, они абсолютно чужды, вот, но, тем не менее, это реальность. И вот столкнувшись с такой проблемой, Казахстан, ну, некоторые чиновники, они пришли к выводу, что, возможно, нам лучше держаться от этого всего подальше и не включать другие объекты в список семи расследований. Ну, это, как бы, превратное, да, мнение было. Вот, но мы пытаемся, естественно, растолковывать тем, что абсолютно не так, ведь у каждого органа есть свои функции, функции, там, Министерство культуры, там, глобальные, там, опять же, такого порядка законотворческого, что они должны как раз такого рода вещи регулировать на законодательном уровне, что они должны имплементировать нормы конвенции национальной законодательности, чего, к сожалению, нет в полной мере. Вот, и я надеюсь, что все-таки здравый смысл, он с годами, он будет крепнуть и возобладает над вот такими иногда популистскими моментами, что, нет, давайте лучше ничего не включать, нам достаточно того, что у нас есть. А что такое достаточно того, что у нас есть, уважаемый коллеги Рафаэль Алексеевич, Казахстан, например, вот мы сейчас говорим о Казахстане, это страна по площади, занимающая девятое место в мире. Это пять Франций, это Казахстан. И при этом количество включенных объектов от общего списка, который упоминал Рафаэль Алексеевич, 1154 объекта, всего составляет лишь 0,4%. То есть Казахстан настолько далек от того, чтобы должное количество объектов включить в список, и это не означает абсолютно того, что нет объектов на территории Казахстана уникальных. Огромное количество. Казахстан иногда называют музеем под открытым небом, но лишь небольшое количество уникальных объектов сейчас нашло свое место в этом самом высоком списке. Вот поэтому мы здесь как бы боремся с вот иногда с непониманием чиновников этого процесса. Для них, понятно, лучше, чтобы ничего не было, и как бы с глаз долой, сердце вон, и всем хорошо спится, и хорошо. Вот поэтому, да, к сожалению, такое вот имело место быть, но, слава Богу, Казахстан нашел выход из ситуации, объекты не пострадали, все объекты сохранены в списке, ну и Казахстан продолжает работать над новыми объектами, новыми номинациями. Спасибо. Я хотел еще, да, вот подчеркнуть, насколько вот работает конвенция Дмитрия Алексеевича на примере Казахстана. У нас тоже в Российской Федерации такие события были, но вот в частности, в свое время, есть такое по конвенции список находящихся под угрозой. При обсуждении судьбы озера Байкал, природный объект, возникал такой вопрос как раз в отношении этого объекта. Почему? Потому что рядом с ним хотели провести нефтепровод и газопровод. Ну и тогда вот на уровне президента Российской Федерации было принято решение перенести. Его перенесли на несколько сот километров, то есть угроза отпала. Ну и для того, чтобы знали, на самом деле, список находящихся под угрозой, скажем, на примере Дрездена, горожане очень захотели строить мост, а Дрезден объект всемирного наследия. Естественно, ЮНЕСКО сказала нет, но тем не менее они провели референдум. Горожане сказали надо, а они построили. В итоге Дрезден был исключен. Такие примеры есть, вот пример Ливерпуля и ряд других. Но я еще хотел, вот еще завершая на одной теме, остановиться на имплементации международного законодательства. Да, для России это тоже актуально. Но тем не менее, скажем, когда на уровне регионов это дело, в частности, в 2019 году, было принято и внесены изменения на уровне нашего Государственного Совета Республики Татарстан, были внесены изменения в наш закон 2005 года в объектах культурного наследия, по которым были введены такие понятия, как план управления, такие понятия, как необходимость финансирования. И вы знаете, это помогло. В итоге на те объекты всемирного наследия, которые после, вот скажем, закрытия фонда уже стало, не стали выделяться средства. Вот благодаря этому закону средства были выделены на те же Болгары, на тот же Кремль, на Свиярск. Это достаточно большая сумма денег для того, чтобы осуществлять реставрацию. То есть, в любом случае, конвенции работают, и вот мы на примере Великого Шелкового Пути смогли показать отношение к объектам всемирного наследия, какие сложные проблемы здесь возникают, которые требуют усилий всех и вся. Ну, а завершая, я хотел от вашего имени поблагодарить Дмитрия Алексеевича. Он сейчас должен уже улетать. Поэтому спасибо вам за внимание. До свидания. Всего хорошего. Спасибо, спасибо. Продолжение следует.